Ну он черный пояс по джиу-джитсу, ну и что дальше? Ну хорошо, молодец. А он мастер спорта по кикбоксингу, а этот мастер спорта по плаванию. Ну вообще шикарно. Думал, что сегодня тренировка по джиу-джитсу, но судя по всему это тренировка по акробатике. Если следующее упражнение сальто-мортали. Сходили к Мише погодим на тренировку бесплатно, а теперь он нас везет к себе на дачу отрабатывать. Отрабатывать? Ну что-то копать. Две ямы, ширина метр, высота два. Не знаю, в чем смысл. Нужно выкопать две ямы. Поможем парню, а что? Просто попросил помочь. Просто да, поможем. Даже музыка у чехового машины не предвещает ничего хорошего. Слушай, ну черный пояс. Объективно, если честно, это может еще так прозвучать, что вот я не такой, как все. Все хотели черный пояс, а я нет. Да нет, на самом деле мне было, серьезно, мне было попроще очень многих людей. Объясню почему. Это безотносительно к нам хорошо или плохо у них что-то, да? Я на каждом этапе, то есть, ну мы сейчас с вами сходим на третий этап, легко увидеть в виде иконографики, визуально. На каждом этапе я соревновался. Я видел, что пусть немного, но я расту, да? Каждый следующий полученный пояс я скорее воспринимал как данность. Слушай, ну это реально же данность, в принципе. Ну, любой человек, который занимается единоборством, каким-то данным, в принципе, бразильским джиу-джитсу, где есть соревнования особенно, он неизбежно получит черный пояс. Ну, слушай, ну просто плюс-минус. White belt, black belt, the white belt, who never quit. Ну, то есть, это чувак, которому прежде всего хватило терпения. Поэтому, знаете, я больше всего радовался коричневым поясом, я не знаю почему. Во-первых, это сделано было очень неожиданным. Крышка мне сделал приятный сюрприз. Я выиграл Европу 14-го, ой, Европу 13-го года. По пурпурому. По пурпурому, да. Это была моя вторая Европа по пурпурому до этого и в 12-м. Все, ой, я вру, я не выиграю, я занял второе место, я улучшил существенный результат. Я имею в виду, что моя задача была все время выигрывать, улучшать результат. Для меня это была победа. Потому что и по месту, да, то есть до этого было третье место, в этот раз уже второе, в абсолютке я занял третье место. Но я хорошо отборолся. Я проиграл своему хорошему знакомому, ученику Макса Харварри, очень сильному, и очень жалоб, что он сейчас не выступает, у него какие-то травмы серьезные. Левента Варга, и получив вот такую, ну, как бы такую подпитку эмоциональную хорошую, она на подъеме, я существенно улучшил свою технику. Ну, я приехал, вернулся в Москву, и кричит, что неожиданно. А мы вроде договорились, что мы как бы обсуждаем вроде, ну, предстоящие, если что, промоушены серьезные пояса. И тут в какой-то момент вдруг они мне устроили сюрприз. Ребята, он их там подговорил, они там купили пояс, привезли, вообще никто не прокололся, никто там не шепнул. Ну, и мне было, и у нас тогда еще, ну, не знаю, может быть, это и я тоже меняюсь, но мне кажется, что тогда была атмосфера немножко потеплее вообще в зале, мне было это очень приятно. Я не то что гордился, но мне прям было кайфово получить коричневый пояс, я не мог поверить, что я зачем-то... А черный пояс, я, может быть, уже пришел к этому моменту с большей степенью самокритики, то есть я отборолся первым чемпионатом Европы в коричневых поясах, да, тогда. Да, понятно, по старикам, каждый дайсов может, но, во-первых, чем хороша, хорош дивизион на таких крупных соревнованиях, как Панамс, Европа, Мир. Ну, Мир, это теперь выделено, ну, он всегда был выделен в ветеранский, да, Мир, но неважно. Это большая насыщенность категории, там много людей. Это ты не приходишь там, у тебя два человека в категории, ну, это тоже борьба, но ты едешь через полмира провести одну схватку за 200 с лишним, там, за 200 долларов почти, еще плюс проживание и прочее, это немножко неадекватно. А здесь количество схваток у меня, например, 5, ну, 4-5 схваток, это все-таки еще и в ветеранском дивизионе, это хорошо. Не считая абсолютных, плюс абсолютных, там, несколько схваток. Поэтому я уже начал как-то спокойнее относиться к поясам, я понял неизбежность черного пояса при полностью неидеальной технике своей. То есть я видел свои недостатки, я видел свою фигуру, допустим, исполнения определенных техник, я уже понимал, что я не исправил до черного пояса. Ну, просто время сработает так, что я выступлю раз результативно на крупном турнире, два, и мне дадут этот черный пояс как, ну, за выслугу лет, как следующее звание, ну, не обязательно же быть выдающимся военным, чтобы получить звание полковника. Да, достаточно просто держать себя в руках, нормально нести службу, ты им обязательно станешь. И выступив в 2015 году на Европе, выиграв абсолютку, причем так получилось, я паршиво выступил в своей категории, я во второй схватке, в третьей, я оказался в полуфинале и проиграл своему знакомому, одному британцу. По глупости, но он был сильнее, я занял третье место, ну, я не был расстроен, ну, третье, третье, ладно, ничего страшного. Но вдруг выяснилось, что я ожидал, что будет Кришту выступать, и ребята выступили как-то паршиво, никто ни одного места не занят, кто поехал. И у Кришту что-то там было там по травме, он решил не выступать, сдержаться. И у меня тогда возникла такая мысль, черт, вот приехали всей толпой, ну, объективное обстоятельство, но на минорной ноте заканчиваем, у меня всегда казалось, ну, не то, что потом, что нам скажут, что нам скажут. Но было неприятное ощущение, что мы возвращаемся с очень посредственным результатом, и мне хотелось попробовать поставить жирную точечку. Попробовать, я не особо верил, что абсолютно по коричневым поясам я там что-то там смогу достигнуть. Тем более я порвал мениск, когда боролся в категории, потом узнал, что я порвал мениск, но я почувствовал, что травма коленкой довольно серьезная, потому что она плохо работала, очень сильно болела. И абсолютно начиналось в 5 часов вечера. Я закончил бороться там в районе 12 тогда, и в 5 должен идти бороться опять. То есть я весь затек, устал, ушел как на каторгу, но повезло собраться, притекать в состоянии духа, и вот там я действительно почувствовал, что хорошо идет. Я все схватки выиграл, стал первым в абсалюте. Но мы тогда, там Артем Мухин и его ребята подошли к крышу, давай над ним прикалываться. Ну поздравляем тебя, теперь еще один черный пояс. Я говорю, ты что? Что? Погоди два раза выиграл по коричневым поясам. Европа, что ты хочешь сказать, что будешь дальше, что ты там держать? У Сергея тогда, там есть Сергей Борисов, знакомый, он сам коричневый пояс в Деде. Он серьезно хорошо борется, и он говорит, ну странно, ну окей. И мы с Кришем, у нас был этот разговор, он мне это, по сути, рассказал. Мы договорились, что вроде как бы мы к такому шагу, как промоушен на черный пояс, но как-то хотел у нас будет какое-то обсуждение. Но потом у Кришем, как у него бывает, что-то все резко поменялось где-то. Я не буду сейчас о ей догадки какие-то высказывать, особенно на этот счет, потому что, ну, мало ли, это может быть вот как-то заденет. Но политически в той ситуации я не ожидал, что вот это уже был не очень хороший суток. Суток в какой-то день, я долго думал, ломал голову, не очень-то был уверен в этом, там, у Миши дофига-то недостатков техники. Я все-таки решил, что он там заслужил черный пояс, и я реально отнекивался, потому что меня это немножко рассердило, что, по сути, мы за пару недель до этого у нас было, ну, вроде бы это выглядело как договоренность между двумя взрослыми людьми, что вроде бы, ну, сюрпризов не будет, сюрприз произошел. Но я понял потом, что это выглядит совершенно как нелепо, да, я там стою как дурак, отказываю, ну, нет, я не готов, я не возьму этот пояс. Все там буулы, ну, ладно, в общем, короче, пояс мне повязали, так это и получилось. Наверное, тогда можно было повремене, но прошло время, я все-таки потренировался, побольше уже мы вернулись, потому что сейчас мой профессор, мой куратор лагарта, да, я все-таки черный пояс под ним, поэтому здесь уже сейчас мое восприятие этого пояса, это просто, ну, по сути, выслугой лет, да. Прошло 10 лет занятий. За 10 лет занятий, так или иначе, все, особенно соревнующиеся спортсмены, я думаю, доходят до черного пояса, не являясь невыдающимися, являясь таким же заурядным спортсменом, как я. Поэтому, в принципе, я могу быть хорошим примером. Если смотреть, допустим, на Леню Готовского, он во многих вопросах феноменальный. Нет, правда, сейчас уже ветеранского возраста, но его форма, его координация, его технические возможности, он очень крут. Посмотреть, например, на Колю Чучкалова, моего друга, кто-то может сказать, да, он не соревнуется, да вы поборитесь. Реально чудовище, это феномен свой, вроде, не возникает вопросов. Али Магомедов, он тоже такой продиджи, да, я не знаю, там бывает, как у него с кем-то сложные взаимоотношения, еще что-то, но он молодец, он припер всегда к своей цели, и он выработал очень интересный грунт, он тоже одаренный человек. А вот я хороший пример надежды для всех заурядных людей. Нет, реально, я просто абсолютно заурядный человек у этих вопросов, никаких талантов, я был не координированным в детстве, никаких талантов в спорте. Вот я обычный, и поэтому здесь это показатель того, что любой, в принципе, пенек, который проявит достаточно упорства, идет и хардворк, без таланта. То есть тяжелая работа всегда позволит даже преодолеть отсутствие таланта, я так это уже литературно переведу. Не обязательно побить талантливого человека, а просто позволит перебороть отсутствие таланта, одаренность и так далее. Поэтому черный пояс для меня сейчас это просто отметка о том, что я не развернулся и не ушел в какой-то момент из этого спорта, тогда у меня что-то не получалось, я преодолел в себе вот это эго, я, вот многие кричат, не может черный пояс там сдаться там младшим поясом. Мама родная, иногда приходит, в свое время в Рибейро пришел Артем Петухов, мастер спорта по самбо, пришел и одел белый пояс. Это человек с телом Халка, с рефлексами кошки и с ее же подвижностью. Я первый раз до первого свипа, до первого свипа я боролся с ним, я вел тренировку и было по со порога. Кришна меня бы давно выгнал уже из этой пары, потому что его тоже, потому что мы очень долго возились. Девять минут я пытался перевернуть белого пояса, будучи коричневым, я офигевал от того, как он выкручивается от этого всего. А учитывая то, что как он сейчас поднял уровень, я вообще не знаю, может он меня может в лепешку превратить. Пояс, как и Риксон говорил, это копируя у кого-то из азиатов, да, что пояс он как бы прикрывает два дюйма твоей задницы, а остальное придется делать самому. Брюсли якобы приписывает эту структуру. Ну, может быть, да, я это слышал как... У него же нет поясов в джит-кундо. Да, да, в джит-кундо или в венчуне, поэтому, ну, так или иначе, это довольно правдивое высказывание, немножечко пафосное, что венчуне дает, кроме ответственности. Но главное, что я бы рекомендовал другим, кто к нему подходит, таким же там обыкновенным, зарядным людям, как я, научиться заранее, не стесняться бороться с поясами младшей. То, что вы будете проигрывать какие-то эпизоды, это нормально. Иначе возникнет очень плохая ситуация. Вы запретесь в своем маленьком мерке, создадите себе уютненькую такую, высванную из пальца вселенную, в которую вы никого не будете пускать, кроме тех, с кем вы можете справиться. Ну, на фоне этого, во что вы превратитесь в результате, я не знаю. Поэтому, со временем, я думаю, смотрите, сейчас на подходе очень много ребят, которые постепенно перейдут в черный песок. Очень много сейчас коричневых песок, очень много фиолетовых песок. Сейчас все постепенно будут ускорять свой прогресс. Прогресс будет только ускоряться, потому что обмена очень много, очень много источников информации, очень много приезжает хороших инструкторов. Люди сами ездят за границей, тренируются у них. Я жду с нетерпением того момента, когда на слово вот это, ну, он черный пояс по джиу-джити, ну, и что дальше? Ну, хорошо, молодец. А он мастер спорта по кикбоксингу, а этот мастер спорта по плаванию. Ну, вообще шикарно. То есть, это не должно вызывать какое-то время, раньше, помните, в году, наверное, в 2009-м, когда синий пояс произносился с придыханием, наверное, вот как сейчас там черный, да? Ну, значит, тихонько это съедет, наконец люди отвлекутся, осмотрятся и поймут, что вообще предметы для гордости совсем в другой области расположены. У нас в России, да, чего бы мы ни говорили, либо ветераны выигрывали соревнования какие-то серьезные, либо выдающегося результата просто нет. Но если посмотрели, здесь какая-то оговорочка, да? Мне кажется, что один из самых сильных сейчас Беларов, перспективный, там есть мощные ребята, которые там, например, мне очень интересно смотреть, как Алик Гусейнов борется, я считаю, его одним из сильнейших. Они оба достойные люди, они очень спокойные, взвешенные, у них очень хороший для бойца характер, никаких истерик. Я думаю, вот на них мы посмотрим через некоторое время, но они же тоже, у них возраст не... У нас еще не произошло такой вещи, что появился свой Рома Лаборал, который бы выиграл бы хренову гору всего, воспитавшись с нуля, как он у Дракулина. Рослиц стал, превратился в какого-то такого угловато в нелепого подростка, который я еще видел ассистирующим Дракулина на странице Грейси Магазин декады назад. А теперь это всегда было это монстр просто натуральный. У нас таких нету. Ну, в Европе пока в принципе нет таких каких-то европейских. Нема в чем дело, но вот это все. А я выиграл все по греблингу в мире. А я, Михаил Погодин, двукратный чемпион Европы с миллионом оговорок в категории Мастерс 50. А я вот такой сякой, а у нас в ВВВ не так. Понимаешь, у нас очень много... мы крутые, но у нас что-то как-то... очень много оговорочек. Оговорок не будет, когда наш российский спортсмен, выросший с нуля в этом спорте, станет чемпионом мира в водалтах по черным поясам. Продолжение следует...